Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестрички, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю возрастать и умножать в познании, то есть в соединении с Господом нашим и Богом Иисусом Христом через самоотверженные, жертвенные дела любви к ближнему, дарами Божьими, и видимыми, и невидимыми, для Его славы. Путь очень простой и очень легкий. Давайте помолимся Господу нашему, и я хочу кое-что сказать. Господь мой Бог наш, Иисус Христос, Который есть любовь, Которую явил всеми Своими благодеяниями во плоти, даже до креста, спасибо Тебе, что открыл нам имя Своё, имя Отца, Духом Твоим святым, очистил сердца наши и воскресил нас к новой жизни, зачал нас и родил. Для совершенного пути, возраст, прекрасной Девы, невесты Твоей, слава Тебе, Господи, слава Тебе, спасибо Тебе за всё. Благослови, пожалуйста, эту трансляцию, устой говорящего, уши всех слушающих, и блаженные руки всех печатающих. И ты прославишься Ты, Бог, пришедший во плоти, и имя Твое святое, в апогее, явленное Тобой, на кресте, добровольным отданием жизни, для того, чтобы все мы узрели, любовь Твою, о воскресении Твоем, узрели божество Твое, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, о вознесении Твоем во плоти, и любовь Твою, и божество, ибо Ты не приткнул нашей свободы и оставил нас здесь для возрастания в образ Твой, в образ жажданной любви ко всем и каждому, ко всем, кто нас окружает, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос, любовь посреди нас, братья и сестры. Получился такой плейлистик, наверное, ну, 4 ролика, я думаю, достаточно будет, то есть записал я ролик «Зачатие, рождение, возрастание внутреннего человека». Поговорили мы о рождении, да, правда, я его позже, ролик записал, я не знаю, в каком порядке их поставлю, особо не имеет значения, да, вы все их уже посмотрели или будете смотреть кто-то, что такое рождение, ну, и я уже записывал ролик о юношеском максимализме, и вот как раз сейчас мы поговорим о совершенстве. Вот апостол Павел, конечно, называл церковь тоже невестой Христовой, в апокалипсисе нам, как бы, говорится, что церковь тоже церковь Христова, но сам Господь, когда говорил о суде в 26 главе Матфея, о последних временах, потом он переходит к, ну, естественно, после последнего времени, Господь говорит о суде, и прежде чем сказать прямо, что кто делал ближнему, одевал нагого, кормил голодного, поил жаждущего, посещал заключенного и больного, тот будет с Господом, ибо кто это делал ближнему, который рядом с ним на расстоянии зрения, слуха и ощущения, тот Богу сотворил, самому Христу. Он, Господь, рассказывает несколько притч, образов дает, он говорит и о рабе, послушном, непослушном, говорит и о рабах, которым дали были таланты, говорит и о девах, которым у пяти юродивых и пять юродивых и пять нормальных. И поэтому, знаете, а то говорят, ой, церковь, это вот все мы, церковь, и мы вся невеста, именно она готовится. Это все опять, знаете, немножко мертвичинкой попахивает. Опять все такое абстракт. Знаете, как, ой, государство плохое. Ну что такое государство? Создали систему, вот ее легко ходить. Там есть люди, людей много, людей очень много сейчас. Что такое? И все, разделили эту ответственность, вместо частности, сделали коллективную. И наказать некого. Вот это то же самое, знаете. Да, это образы хорошие, естественно. Церковь, это есть, Павел, да, часто ссылается на этот образ, помните, мужа жены, и Господа, и Церкви, да, но сам Господь не зря говорит об этой притче, о том, что есть пять невест, дев, невест, не пять, а десять даже. То есть, в общем-то, десять, как всегда, считается полным числом, да, то есть, вот все люди, и вот, поделены на, как всегда, ну, пополам Господь поделил специально, чтобы мы там не гадали опять, сколько там спасется, сколько не спасется. Да, это притча, к притче надо относиться очень специфически, да, то есть, в них, что уразумеваешь хорошо, что тебе непонятно, не надо там пытаться обязательно все, все смыслы понять, ну, мало ли, откроется тебе когда-нибудь. Бог все говорил прямыми словами. Не надо в Евангелии надуваться, там, напрягать ум, чтобы у тебя голова вот так кипела от познания этой истины. Нет, все там прямыми словами Господь говорит. Даже эти притча, образы, и нам порой полезны, даже вот нам для изъяснения, и действительно людям, кто, может быть, прямых слов не слышит, порой рассказываешь, образ уже не знаю, что ли так для юродства, вот, то ли действительно ему это поможет. И вот Господь рассказывает эту притчу, он же не зря говорит, что идет жених, ну, голос кричит, вот жених, помните, да, то есть пять дев, одни были с лампадками, и с маслицем там, или с елеем, не важно, как называть, а у других, ну, он тоже был, но когда они заснули по долгому времени, и когда проснулись, у них уже все погасло, а у родивых, так скажем, да, которые заботились об этом, был запас, и все у них горело, они поправили свои светильнички, и, ну, поправили, в смысле, если он там угасал, все подкрутили, подлили, вот, ну, у нас сейчас этого нет, у нас лампочки, да, людям древним это было понятно, все, и они встретились у жениха, но прежде, чем он пришел, да, юродивые попросили у, там, не юродивых, дайте нам, они ничего им не дали, сказали, идите, набирайтесь сами, они ушли, эти вошли, ушли за елеем, а те, кто были готовы, вошли на брачный пирс, Христом, ну, а кота после пришли, те юродивые, стучались, Господи, Господи, отвори нам, кстати, не сказано, что они пришли с елеем, уже поздно, на самом деле, когда ты умер, а вот этот, когда образ просыпания, это образ смерти, заснули, образ смерти, естественно, кто, ну, понимает эту притчу, конечно же, когда девы заснули, образ смерти, когда проснулись, образ воскресения, потому что Господь сейчас говорит, как раз будет дальше говорить прямыми словами о суде, вот, поэтому это же образ, конечно, никуда сходить уже невозможно, сами вы понимаете, когда мы умрем, пройдет второй этап, а еще и будет уже потом воскресенье, то уже куда ты вернешься, уже этой земли-то не будет, мы знаем, пришествие Второго Господа будет со всякими знамениями, чудесами, уже вся земля совьется, даже те, кто были на земле живые, изменятся, они даже не умрут, а просто эта одежка, шкурка из них спадет, как нам Павел открывает Божьи данные ему, передает нам Божьи данные, Богом данным, данные ему откровения, да, что даже эти люди, которым он себя, как бы, причислял, вроде бы не знаю, насколько он действительно в это верил, или просто для всех так говорил образно, что ощущение последнего времени дает жить свято, вот, он говорил, что мы не все, мы, да, умрем, но все изменимся, в любом случае, и все, поэтому, конечно же, девы никуда сходить не могли, вот, уже, это был образ, конечно, что они пошли, написано, что они вернулись, да, и стучали в дверь, Господи, Господи, вот, вера, верили, верили, да, но вера без дел, без любви, которую они не стяжали, не научились, она мертва, и не написано, что они вернулись с елеем, но двери уже были закрыты, нет, кто обращает внимание на эти мелочи, кому Господь ум открывает, по-разумению, все, нет, это же все видно, вот они вернулись, никакого елея добыть уже бесполезно, вот, ну, детский вопрос я тоже много раз слышал, слышал, как задают там кому-нибудь проповедникам, ну, что же такие жадные-то, это невесты-то, которые были готовые, но это же образ, опять, надо понять, что это притч, и вот как мы, ну, вот я добрый, да, я подвязаюсь в добре, в любви, в радости, в мире, вере, в долготерпение, ну, как, я вот разденусь, я буду, да, достойен того, чего я достойен, Бог будет каждого судить, и святых, там вот в Матфея сказано, что и праведники, все будут судиться, и каждый примет по делам своим, это понятно, вот, поэтому, как мы себя передадим, каждый строит свой дом духовный, ну, это вот образы, менее мертвые, конечно, древо взращивают в себе, лучший образ, это внутренний человек, конечно же, ибо мы образы подобия, Бог есть Христос, самый лучший образ для совершенных, это, конечно же, человек в мире, для познания всех этих истин, вот, поэтому девы, конечно, ничего им дать-то не могли, понятное дело, ибо они были как раз исполнены любовью, но передать свою любовь, вот, я никого не злословлю, а меня там поносит сверху этого, ну, как ты человеку, ну, и пишешь ему, ну, что ты злословишь, ты что, не можешь по-простому сказать, обличители эти там, да, судители, вот ты не осуждаешь, а он осуждает сутками, ну, что ты, как ты ему передашь свое неосуждение, ты не судишь, да, ты полон любви, а он вечно все злословит, осуждает, обличает, ну, что ты с ним сделаешь, это вот этот образ, и вот они, невесты-то Христовые, где, и вот мы все, я вот говорю, четвертого ролика будет достаточно, я их даже в плейлистах соберу, назову, духовный человек, может быть так, ну, или посмотрим, как назову, на Христолюбе он будет, или на Лаве, не знаю, посмотрим, где он там будет по ссылке, и вот я хочу поговорить уже о совершенстве, то есть в чем, кто родился свыше, я уж вам все и попытался сказать, и вы сами теперь, кто о себе знает, а кто нет, достигайте любви, помните, как Павел говорит, вот, бегите на этом, Рестолич, как бы успеть, как бы двери вот эти не затворились перед носом-то, вот, и вот этот, вот это надо понять, и кто это поймет, тот уже не будет ни рабом вещественного начала мира, ни рабом человеком, да, тот пройдет этой ступеньки послания к еврею Павла, римлянам, галатам, и даже Коринфянам, где Павел четко пытается приткнуть в самом начале эту страшную беду разделения, я Павлов, я Кифлов, и не будьте рабами человеков, он прямо в Коринфинах преследует эту, это, это, вот этот грех страшный, который разделяет людей, который сатана прям давит на него все время, среди христиан, то есть те, которые отвалились, и так стойте в свободе, братья, дарованную вам Иисусом Христом, это дар Божий, быть свободным во Христе, и не пробощайтесь снова, вещей с начала мира, о чем в начале в галатах пишут, удивляюсь на вас, что вы, просвещенные духом, снова прилепляетесь, камешек елеем помазали, все, все готовы лбом биться об землю, ну, что такое, язычество чистой воды, ничего там христианского нету, вот, вот кто познал, что оказывается, Бог-то меня зачинает, Петр говорит, что мы родились не от тленного семени, а от семени нетленного, Слово Божие, пребывающего веку, мы зачинаемся от Слово Божьего, рождаемся мы тогда, когда действительно в сердце своем полагаем, что Бог есть, Иисус Христос по плоти, любовь по духу, я есть его образ и подобие, а значит, я должен в этом мире поступать так, как он, ибо у меня все есть потребное для этого, и для жизни, и для радости, и даже для благочестия, и поэтому я, выходя из пустыни, говорю сатане, Господу Богу Твое, побродив вот по всему этому бытию жизненному, во грехах, и во всех этих культах, да, я во всей этой плоти, в рабстве человеков, я выхожу и говорю, Господу Богу Твое поклоняйся, и Ему одному служи, и мы помним, как самарянки уже, Иоанн Богослов толкует, так скажем, это место, потому что Иоанн Богослов, единственное, не пишет это, по плоти не рассказывает, как Господь в пустыне подвязался, а они все рассказывают синаптические Евангелия, Матфея, Марка, Луки, и Иоанн Богослов красиво это в беседе с самарянкой показывает, как надо Господу Богу служить, даже прямые вопросы задает самарянка, Он отвечает, Господу Богу Твое поклоняйся в духе, Он говорит, какой во мне дух-то, ибо я кроток и смирен сердцем, то есть в духе кротости и смирениями, и истине, а истина есть Бог, Бог есть любовь, в духе кротости и смирения твори дела любви, таким образом можно только Богу поклоняться, таким образом можно с Ним соединяться, таким образом мы Ему и служим, если мы Ему рабы, так скажем, да, вот и все, и кто понимает это, я вот радуюсь за таких, сам я когда-то родился, на других смотрю, и знаете, как вот правда, ребенок рождается в мир, и все радуются, и я вот так же исполняюсь радостью, вижу, когда рождается человек духовный в мир, это прям такое счастье, и с этим братом, с сестрой сорадуешься, и с теми братьями, которые уже смотрят на этого, младенца во Христе, и тоже мы вместе все радуемся, что вот новый человек в мир духовный пришел, вот, но чтобы вот таких духовных детей укрепить, и мы должны понять-то, что это же радость, и когда человек понимает, что оказывается, ему не надо никуда бежать, все эти образы, конечно, домостроительство, царство небесное внутри, древо даже жизни с плодами, лучший образ понять, что внутри меня живет человек, человек в человеке, и это действительно одежда, хоть вот у меня сейчас и рот шевелится, и глаза, и все, это лишь одежда, Богом одета во мне в раю, а внутри настоящий человек, который родится, и причем этот человек, эта девочка, это невеста Христова, и когда человек понимает, ощутил, я вам говорю, кто это знает, тому не надо ничего рассказывать, он знает, он почувствовал этого человека, он почувствовал эту невесту, эту девочку, я понимаю, что как соблазнялись о Господе, о своем евангелии от Анина, то, что я говорю, для многих соблазн, но это правда, ты чувствуешь себе этого человека, ты начинаешь его, сначала ты его вынашивал, вот родил потом внутри, и теперь взращиваешь, ты понимаешь, что оказывается, ты невеста Христова, и Павел хорошо говорит, но я говорю, он сказал, это опять в плодах духа, опять с образом дерева, но мы должны понять, что не просто плоды духа, а это образ, ведь мы же есть образ и подобие, поэтому наши плоды, это свойство, или внешний вид, как угодно, души человека, свойство и внешний вид этой невесты, если сейчас этого не видно, сейчас мы себя судим только по плодам, то, что внутри, но красота этой невесты, это любовь, это радость, это мир, это долготерпение, это воздержание, это вера, это кротость, это долготерпение, упование, это все свойства человека, сейчас они не видны, вот за этой телесной оболочкой, сейчас видно, за счет этой телесной оболочки, видны дела, и мы можем за счет этих дел, за счет дел любви, дел радости, дел мира, дел, шутку дел мира, да, я не нервничаю, я сижу спокойно, я не раздражаюсь, меня обличают, я в ответ там не срочу, иди сюда, дай я тебе сейчас там рога натяну на одно место, нет, ты мирен, тебя даже распинают, ты не кричишь, не вопишь, не всеми проклятием мира, не взываешь к небесам, да, ты мирен, это все дела, долготерпение ты терпишь, все дела, через эти дела ты строишь, сейчас ты не видишь, как растет этот человек, и как он приобретает вид, но когда эта невеста, когда ты понимаешь, что это невеста, что тебя действительно встретит Христос, вот он этот жених в этой притче, вы помните, где она рассказана, она не просто так, все это я вам специально рассказал без контекста, это 26-я, насколько я помню, глава от Матфея, там идет о последних временах, 25-я и суд, перед судом прямыми словами, вот про этих козлов и овнов, право-полево поставленные, те, кто творил дела любви к людям и не творил, Господь дает несколько вот этих притч, образов, одна из них вот про этих невест, вот, и когда ты понимаешь, причем у нас, мы все прожили жизнь, кто-то до сих пор замужем, женат, мы всех знаем, как мы хотим хорошо быть выглядеть, как внешне хотим быть выглядеть, что у нас волосики в порядке были, лицо, там, руки, ноги, чтобы всем были здоровы, может быть, даже где-то подкачаны, там еще что-то, женщина, чтобы была стройненькая, чтобы все было четко, да, чтобы я был умом одарен, там, юмором всем, вот это все свойства души, когда ты понимаешь, что внутри тебя живет человек, и именно этот человек предстанет перед Христом, вы знаете, исполняешься нереального божьего страха, настоящего страха божьего, страха, как у мужчин или у женщин на первом свидании, когда ты идешь и боишься, что ну вдруг ты ей не уходишь, ты все сделал, ты все салоны посетил, ты вот такой вот кошелек с собой взял, ты все приукрасил, все сделал хорошо, но вдруг она тебя отвернет, даже, представляете, я помню себя тоже, у меня разные были, а уж я-то еще тот, Дон Жуан, да, сколько у меня этих было первых свиданий, так назовел, вроде ты все сделал идеально, но все равно, откуда ты знаешь, ну может он просто-то ей не понравится, я уж молчу, когда ты знаешь каких-то недостатков, или что-то не получилось, или у тебя вот такой вот кошелечек, или у тебя что-то не в порядке, или тебя обрызгала машина с верхней головы, или ты ешь с работы весь грязный и вонючий, да, ты понимаешь, что тебя могут отвергнуть, и это страшно, и вот тот человек, который познал, что оказывается, Бог будет судить, во-первых, он меня не будет судить, я сам сейчас себя украшаю, я сам себя украшаю, это не будет юридический суд, какого-то дяди Степы, это жених, это любимый, это мой любимый, и я его в теории любимый, но если я буду вся в помоях, грязная, кривая, хромоногая, тупая, и прочее, прочее, вы понимаете, если взять все земные образы, но кто будет на такой жениться, познав это, вы родились свыше, я, почему, вот в прошлом ролике, я об этом уже сказал, и почему я сейчас веду, и конечная цель, надо понять, это брак со Христом, это совершенство, это красота, и свойства эти души, это любовь, сейчас они не видимы, они будут видимы, любовь будет иметь какое-то свойство, она будет, это может быть будет свет тела, вот как сейчас есть белая кожа, черная, темная, красная, мы знаем, желтая, да, будет свет, допустим, свет или чернота, радость, это будет запах благовонный, или, допустим, вонючий, когда человек не радостный, а вечно угрюмый, злой мир души, да, это будет, допустим, что там, красота тела, ровности, да, вот как сейчас есть, хороший человек станет, допустим, одна рука короче другой, все эти свойства будут иметь образ, это сто процентов, мы же понимаем, Бог говорит, что все это снимется, и вы вот встанете передо мной, какими вы есть, все эти свойства, как сейчас вот видно же у человека, я говорю, его запах, бывают люди вонючие, вы знаете, мы даже народы все по-своему пахнем, да, один другого порой переносить не можем, я не буду ни на кого говорить, потому что я говорю, для одного один-то вонючий, а соответственно, мы для него, может, вонючие, я вот этого не знаю, но сам факт действительно такой есть, мы все разные, посмотрите на народы, есть малорослые, есть великорослые, ну и понятно, что они для других, может быть, уродами, те маленьких считают уродами, да эти маленькие, этих больших считают переростками, но факт, я просто вам образ, ведь Господь же положил этот мир, чтобы мы познали мир невидимый, все так и будет, вот, и поэтому это страшно, это страшно и прекрасно, страшно для тех, кто не познал этого, помните, когда не раз эта вся мысль в Новом Завете, и радость для тех, кто познал, ты начинаешь жить просто, ты уже понимаешь, что все эти материальные начала вещи, материальные вещественные начала мира, как Павел выражается, все это рабство людям, это все, это мне все, мне все, что нужно, думать о своем внутреннем человеке, я боюсь слоя, слово до злой сказать, чтобы не омрачить, чтобы вот так, не резануть своего внутреннего человека, чтобы не шрама вот так по пол лица не было, все, что мы делаем, все грехи, это уродство своего внутреннего человека, И все добро, которое мы делаем ближнему, самопожертвенное, это мы взращиваем, украшаемся у внутреннего человека. Причем не просто какими-то гирляндами, как наряжают действительно опять в этом мире человека одеждой. Нет, мы прямо именно, вот как Господь нас в чреве матери, от них делает богатырями, как-то задает и цвет, и все, вот это, и ум, да. Один рождается гением. Вот мы прямо реального человека. Вот нас вот эта наука, что-то там ищут интеллект этих, людей хотят все сделать. Жить, вот безумие, не веру в человека. Да все это и так делаешь. Ты строишь этого сверхчеловека внутри себя, сверхбога. Бога, который любит всех, потому что Бог есть любовь. Ты понимаешь, когда это, ты уже никогда в жизни не пойдешь никаким камешком, потому что ты понимаешь, что живой человек внутри тебя. И он созидает столько делами. Делами, которые делает Бог, открыл этого внутреннего человека, делами любви, делами радости, мира, веры, долготерпения. И это никакого отношения не имеет ни к свечкам, ни к синтезаторам. Да, если я играю любимым детям, они радуются, это имеет значение, это дело любви. Но если я это делаю никому и всем на это дофени, ты ничего своему внутреннему человеку не принес, никакой пользы, никакой. Все, где мертвичина, не имеет никакого значения для меня. И когда ты понимаешь, что ты действительно строишь этот человек, у человека этого есть образ, это невеста, настоящая невеста. Что Господь? Что потом Павел, его избранный сосуд? Тонко нам, тонко или толсто, я не знаю, как сказать, намекали, что там не будет ни мужского, ни женского пола. Мы, возможно, разрешившись, потеряем чувство пола. Господь сказал, будьте как ангелами на небесах, даже по воскресенье уже какого-то тела, в каком-то теле. И то мы будем не жениться, не замуж, не выходить, а будем как ангелы на небесах. Ну, кто-то говорит, просто не будет нужды, типа, в бракосочетании, а как-то будет так. Я спорить не буду ни с кем. Есть разные толкования этих слов, но почему бы одно уж из них тогда не принять такое, что действительно Господь говорит, что не так все будет. Мы все будем невестами Христовыми. Если мы не будем иметь пол, или это будет, мы все будем, ну, типа, женского пола относительно Бога, Христа, и как Дева Мария зачинала, мы не знаем этого. Не зря душа, даже мужчины, потому что душа в общем, женского рода, я как-то в своих роликах это говорил, это хороший образ того, что психи по-гречески, да, то есть душа, она женского рода, она невеста Христова. Конечно, это все тайна. И Павел в том же Галатах, вы помните, говорит, что во Христе Иисусе уже нет этого, ни мужского, ни женского. То есть слова об этом есть, что бы они ни знали, вот если бы их вообще не было, да, можно было сейчас, мои мысли за фантазией, мы это есть. Это откровение, а откровение, конечно, вот Павел был восхищен, что-то там видал, видите, что-то писал, да. Но я восхищен не был, ни все, не видал, вот. Ну, читать, видите, мы читаем, мы можем, конечно, размышлять, это очевидно. Вот, что Господь говорил такие вещи, и каждый на сердце может поразмыслить, и Бог ему, конечно, может открыть. Вот, но что мы все его невесты, это очевидно, даже вот в этой притче, опять же, складывая все эти образы, мы видим, как это будет. Вот вам образ, и вот вам путь жизни, вот вам цель жизни, цель жизни христианина – это вырастить невесту, настоящую, чистую, для Бога. А она взращивается через свойства. Мы не можем себе представить, как будет выглядеть любовь на человеке, как это тело какое-то, или душа будет иметь этот вид, или за... Мы не можем, ну, образно, видите, мы же можем, Бог же сказал, показал нам этот мир, видим, и через него мы видим и познаем. Как это будет? Для нас, сейчас, неудивительно. Для нас просто кажется, вещи удивительны многие, только потому, что они еще опытом не поздны. Наука же своя, ну, разве такое может быть? Как Павел потом не раз писал послание, и сам Господь говорил, что так и будет сомневаться до последних дней, воскресенья. Ну, как вот Бог там, помните, Павел говорит, некоторые из вас говорят, ну, как будет, как может Бог исплуться? Ну, я вам уже говорил, лично мне легко в это верить, я всем говорил, что Бог, даже эти законы, кто там думает, что это какие-то суперзаконы, там, я верю, что в Боге это мысли Божьи все, мы все, мы все в его мыслях, в его логосе. Он не напрягается, чтоб сейчас, он по воде пошел, не сильно напрягался, не молился, не постился, ни заклинаний не читал. Ну, уж если мы не знаем, что он там на берегу делал, прежде чем пойти, уж когда Петр, по-моему, сомнений не было, во-первых, пошел человек, а не Бог, и, по-моему, процедура была недолгая. Петр сказал, Господи, ну, повели, я пойду, он повелел, говорит, иди, и он пошел, долго ли кто-то что там делал, нет. Нет, все эти законы, Богу, это он есть эти законы, это его фантазии, более того, он их не напрягается нарушать-то и не потеет. Вот. Он там, как он, НАСА, там, ГЛОНАСА, 100 тысяч человек работает, чтобы, я говорю, какую-нибудь железяку в космос запустить, для него это не проблема. Мы видим, в Ветхом Завете, как он землю останавливал без всяких ГЛОНАССА, и при этом никаких катаклизмов во всей земле, земля не сгорела от этого, то, что встала или обратно закрутилась при царе Езеки, или встала при Иисусе Навине. Вот. Так что, вот так вот. Вот мне хотелось бы закончить, наверное, вот это. Помните цель нашей жизни, цель христианства? Ну, очень простая для каждого человека. Это, помни, что ты скинешь эту одежду, и тот внутренний человек, та внутренняя дева, невеста, прекрасная или уродливая. А что самое страшное, что там вообще ничего не будет. Вот как невидимка носит это пальто в каком-нибудь фильме или мультике, вот скинет, а там нет ничего. Или там мертвый зародыш, неродившийся. Помните, как Господь сказал, это семечко. Все это хорошо, эти образы Господь говорил для внешних, но в оконцовке мы понимаем, что делать не в семечках. Можно умереть вообще. Можно стать не просто невестой прекрасной, а невестой уродливой, страшной, безумной. Причем этот образ очень хороший. Одно дело, вообще не родившийся, это вот все внешние. Ну, допустим, как все там исповедуют половину, я не исповедую, что там кто-то идет в ад. Это же все притчи и образы. Вот. Ну, вот возьмем, что да, верующие христиане приняли слово Божие, нетленное, пребывающее вовек. Это вот образ христиан, да. И вот именно. Кто-то вообще не родился, но кто-то родился. Так можно и родиться, и кем стать-то сатаной? Это будет уродливая, страшная, злобивая, завистливая дева своим сестрам. Помните, это все образы брата старшего. Все это, таких образов в Евангелии, ну, смысл один. Человек, ты образ его и подобие. Поэтому ты достойный, ты, Господь, как человек, мы не женимся на обезьянках, на собачках. Хотя и до этого, вы знаете, может человек дойти безумию. В том-то и дело. Не зря все эти заповеди. В этом, вы знаете, откуда закон-то появился? Закон появился по последствию греха. Люди уже спали с животными, там, со всей этой ерундой. Господь не учит плохого. Он по преступлению дает закон после. Так и Бог, раз мы его невесты. Надо же подумать, какой мы чести. Кто в нас внутри? Это же Бог с маленькой буквы. О чем нам и сказал сам Христос. Вы, Боги, я вам еще в Ветхом Завете, он говорил, даже ссылается сам на Писание. Ветхозаветные, пророческие. Надо подумать об этом и не забывать об этом. Не стать этой мегерой страшной, от которой Господь отвернется. Скажет, отойдите от меня все делающие беззаконие, грехи. Вот и все. И надо, конечно, разобраться в чем, что там любовь. Это я уж тоже много раз видел, когда люди думают, что там злословие, обличение, это любовь. Нет, вы в Евангелии не найдете. Мне жалко этих людей. Они думают, Господь заканчивает эту притчу. А он после тех девок говорит притчу о талантах. И говорит, что будут такие, у кого отнимется, мало того, что была одна, и он ничего не приумножил, а только сохранил. Отнимется, говорит, и то, что думает иметь. И вот эту одну, и то, что он еще фантазирует там. Это вот страшно. Люди думают, что они христиане, там служат Богу. А сами всех ненавидят, все эти межконфессиональные розни, распри, ненависть. Ой, посмотришь, думаешь, мамочки родные. Все эти строительства каких-то государств святых, не святых, всех остальных под меч, под нож, как овец на заклане. Это же жуть, конечно. Это люди думают, как Христу идут. Нет. Отнимется и то, что думают, что имеют. И этот талант, который ты принял. Это печально. Очень печально. Мы можем лишь положить душу свою без всякого меча в руке, как Господь, как овца на заклане. Вот как мы. Мы никому не отвечаем ни злыми словами, ни на какие злые слова. Только добро. Все. Максимум мы можем бегать. Вот все, что овцы могут посмотреть, как их волки, когда загрызают в загоне. Они лишь по кругу гоняют от этого волка. Он их по одной душит. Вот и наши, конечно, быть такими же, как Христос. Все. И максимум можно уходить. Не помните, сколько раз его хотели убить. Он просто удалялся. И нам это заповедовал. Берегитесь, удаляйтесь. Все. Мы лишь можем удаляться. В интернете, кстати, поделюсь опытом. Это элементарно. Есть такие кнопочки, как бан. Все. Тебя кто-то напрягает сильно. Ты соблазняешься. Действительно можешь впать в грех. Как Христос сказал, отсеки такую руку. Все. Забань человека. На время, навсегда. Там всегда можно потом разблокировать. Пусть человек остынет. Остынет, пройдет время. Никогда не отвечай злом на зло. Никогда. А если ему заучено, какое доброе дело всегда, конечно, сделай. Просто если человек тебя совсем выводит, конечно. Зачем соблазняться-то? Есть там, забанил и все. В мире, в реальном. Кто-то тебя там. Отойди. Уйди. Ничего ты никому не докажешь. Все благочестивые живущие взращиваются в себе невесту Христову. Любовью ко всем. Добрыми делами, словами. Это всегда будут люди гонимы. И кто будет, конечно, за Христа по плоти тоже. Стоять в этом убеждении. Будет тоже страдать. Вот. Ну, это здесь, а там все будет хорошо. Ну, я надеюсь, что тему я раскрыл. Я говорю, получится 4 ролика. Мне кажется, я их в плейлист соберу. Вот это, который общий получился. Рождение, зачатие рождения, возрастание, совершеннолетие. Ну, и потом я попытался, получается, их вот так в 3 ролика раскрыть. Я же еще побольше говорил о рождении, вот где крещение духом. Я ролик, вы уже видели. Вот это юношеский максимализм добавлю. И вот это вот уже совершеннолетняя невеста Христова, готовая к брачному пиру со своим женихом. С нашим Господом и Богом. Ну, все, давайте поблагодарим. Будем на этом прощаться. Господь мой Бог, живой наш Господь, живой наш Бог, слава Тебе. Спасибо Тебе за все. Ты здесь всегда посреди нас. Был, есть и будешь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спасибо за все, за всю любовь Твою. Господи, что воздадим Тебе? Спасибо за это откровение истин Твоих. Спасибо. Спасибо. Слов нет всегда. Одна молитва Духа. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спасибо Тебе за всех братьев и сестер. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Все Твои благословения всегда на всех нас. Алчащих и жаждущих Тебе. Искренних и любящих всех и уповающих на Тебя сердцах. Невест Твоих, будущих невест Твоих Христовых. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос, живой Бог, Любовь всегда посреди нас. Все мои адреса, каналчиков наверху. Все контакты для связи внизу. Я всем всегда рад. Кому понравилось, ставим палец вверх. Кому не понравилось, все равно палец вверх. Делитесь, с кем считаете нужным. С роликом. Все мои полезные ссылки всегда справа. Всех храни Христус. Крепко целуй. Нет, нежно целуй. И крепко обнимаю. Пока-пока.